всем привет ну и кратко по схеме о которой сейчас речь идет о качере об измерении частоты на качере так ну вот у нас работает сейчас как мне получилось измерить частоту значит я включился во вторичную обмотку вот она пошла с катушки прошла через феррит лисферритовое кольцо и далее на феррите намотал три витка обычного провода и вот эти выводы пошли на силу так но на целого вея поставь на осциллографе я поставил заземление потому что без заземления творятся чудеса непонятные так значит предел 1 микро секунда идем по напряжению 1 вольт смотрим и так шкала осциллографа потихонечку включаем стабильность и начинают появляться гармоники качера как видите вот одна появилась вторая третья вот и нам нужно найти так сказать несущую основную частоту ну судя по всему наша несущая частота это вот вот это вот синусоида сейчас если при тронусе ну 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 Так, мы начинаем считать, потому что стабильности как таковой не получается, но в принципе можно определить. Значит, считаем от этого пика верхнего до этого, сколько у нас всего клеточек, 1, 2, 3, ну и примерно еще 3,2 или 3,3 клеточки, 3,3 клеточки, получается у нас период. Далее считаем, теперь считаем частоту. Итак, частота у нас равна единице разделить на количество делений у нас было 3,3, предел измерений 1,1 мкс и умножаем на, переводим в микросекунды, секунды 10 минус 6 степени равно 303,030 герц, ну или примерно 303 кГц. Все, а необходимая частота нам для нашей схемы 230 кГц. Получается, нужно катушку немножко отмотать и выставить именно вот эту частоту. Ну а далее будем работать со скважностью. На этом у меня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok